О ситуации на линии фронта, а также других событиях, связанных с войной в Украине. Будем далее говорить с нашим следующим гостем. Это Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Да, здравствуйте, здравствуйте. Студия, спасибо, что пригласили. Спасибо вам, что, как всегда, нашли время для Freedom. Итак, Иван, если говорить о влиянии погоды на линии фронта и на ситуации на линии фронта, не все, конечно, но многие наши военные знают, что такое зима в окопах. Воюет с Российской Федерацией еще с 2014 года. Для мобилизованных россиян условия тяжелы. Западная пресса еще в прошлом году писала, что с наступлением климатической зимы российские военные начинают погибать от обморожения и гипотермии прямо в окопах. Как вы считаете, насколько россияне подготовлены к морозам в этом году, особенно тем, которые сегодня на Донбассе? Так, ну давайте сразу скажем, что не считается, что мороз – это что-то такое украинского происхождения, что россиян он будет просто как салями нарезать, что это огромнейшая проблема для россиян. То есть мороз и проблема и для украинцев, и для россиян одинаковая. Одинаковая и для техники, одинаковая. Если это сильные морозы, и сильные ветры, и сильный снег для их пиведронов, то есть не имеет различия, какой флажок на них нарисован и какая сторона запускает. Точно так же для любого человека экстремальные морозы – это плохо, это сужает его поле деятельности, это быстро обмерзание, это просто организм промерзает, и ты беспокоишься о том, как бы быстрее согреться. То есть действуют на всех одинаково. Да, есть вопрос с обеспечением теплыми вещами. Мы видели, как по-разному одеты российские военнослужащие. Кто-то одет в хорошую экипировку даже западного образца, кто-то одет в экипировку намного попроще, но так или иначе какая-то теплая одежда у них есть. То есть помните, в самые первые месяцы войны, когда готовилась российская армия к первым холодам, к первому этапу зимней войны, были скандалы в российской армии о том, что полтора миллиона комплектов зимней одежды съели мыши. В Госдуме очень сильно возмущались на эту тему. Но, скорее всего, этот вопрос был ликвидирован путем поставок из Китая, из Северной Кореи, из Ирана. Были такие мысли и информация о том, что оттуда даже поставляются. Но в целом обе стороны уже на второй год войны, не то, что к сожалению, по факту готовы к ведению войны в условиях зимы. Если говорить о ведении этих боевых действий, давайте сейчас поговорим о нынешней ситуации на фронте. В Генштабе ВСУ сообщали, что на определенных участках фронта россияне пытаются сейчас проводить штурмовые действия, и активно применяют при этом авиацию. Иван, как вы оцениваете ситуацию на восточной линии фронта? Что скажете о боях и в районе Авдеевки, и ситуации на Купенско-Лиманском направлении фронта? Авдеевка давно уже жестко, жестоко, тяжело, кроваво. Очень кроваво. Если до этого все время нас занимал Бахмут, то в последние 4 месяца активно уже Авдеевка. Это не означает, что в предыдущие периоды там было намного проще. Там тоже было тяжело, но были локации, которые были более горячими по сравнению с Авдеевкой, и мы говорили о них более чаще. Действительно, местами фиксируется продвижение россиян. Это нужно отметить, к сожалению, по 100, 200, 300 метров где-то. Но наши военные очень четко отмечают, что продвижение россиян и закрепление россиян – это не всегда равные утверждения. Бывают такие случаи, когда продвинулись на 100-200 метров, и потом на 100-200 метров откатились обратно через день, через два, может быть, через несколько часов. Но в целом есть продвижение и закрепление российской армии, это нужно отметить. Есть задача взять Авдеевку, она никуда не делась. Вот не вышла в прошлом году, поставили задачу на январь, не выйдет в январе, поставят задачу на февраль. И господин Залужный точно так же обозначался, что на горизонте планирования в 2-3 месяца есть вероятность, есть вероятность, что Авдеевку придется оставить. Но оставить и какой ценой российская армия сможет ее взять? И так огромнейшие потери Российская Федерация несет. Не только на этом направлении, на всех остальных. Ежедневно это порядка до 1000 человек, в среднем 900, 1000, 1100. Огромное количество тяжелой техники, БМП, танки, станции наблюдения, противовоздушная оборона разнообразнейшая, средства технического наблюдения, радиолокационные станции, РЭБ. Все это есть, теряется, но тем не менее есть возможности продвижения. Иван, а если говорить о личном составе, который погибает сейчас под Авдеевкой, кто это? Не могу вам сказать, разные. Вот разная информация была, мобилизированные были представители. Вот, кстати, про Авдеевку не буду, а вот было сообщение от наших военных. Вот скажу два слова. Запорожское направление, наши военные подтверждают, что мы отфиксировали, возможно, чуть ли не впервые, наверное, прибытие подразделений Сомали, сомалийские граждане, граждане Сомали, Иран и Непал. Вот три страны вот четко отфиксировали, пока фото, видеоматериалов нет, подтверждение, но такое сообщение было. Мы доверяем, это тут источник, которому я доверяю. Я не думаю, что там преследовалась цель, как это делать Российская Федерация. Слышали полуспольскую речь, темнокожий наемник американского происхождения. Ну, понятно, что это такое ерунное, наши военные точно не занимаются. Поэтому можно ожидать, что самые разнообразные подразделения находятся именно под Авдеевкой, точно так же Купинск-Лиман и вот все остальные. Вот если говорить о ситуации на Купинск-Лиманском направлении, как вы опишите? Есть такая тенденция, что вполне возможно, что именно там будут пробовать пробивать нашу оборону. И вот западная пресса на это пишет, ну, обращая на это внимание, пишет на эту тему. Только там написали, вот так витиевато, написали «Харьков, возможно, наступление». Но и чем посеяли? Не то чтобы панику, а серьезное напряжение в обществе. Как? Харьков? Неужели? Еще раз опять продвижение? Мне кажется, вот западная пресса, они немножко, даже не перепутали, они вместо «Харьков-Риджио» написали просто «Харьков», а в принципе этого было достаточно. То есть, возможно, для них Харьков и регион это одно и то же, но для нас это разные вещи. Поэтому Купинск-Лиман, там есть вероятность продвижения, есть войска, которые находятся, танковая армия находится там. Как заявляли отдельные наши эксперты, я говорю, что специалисты именно на этом направлении, что там остались, возможно, одни из самых боеспособных подразделений на все линии фронта, которые активно, активно до этого не были потрепаны в боях на других направлениях, и поэтому теоретически у них остается возможность для продвижения. В генштабе ВСУ, я так понимаю, понимают же все угрозы, и на этом направлении направлены определенные силы и с нашей стороны для сдерживания врага, это его продвижение. Не, ну конечно, конечно, слушайте, если мы с вами об этом говорим, то у генштаба, у нашей разведки информация была недели за четыре до этого и намного-много шире и масштабнее, и объемнее, чем мы с вами даже проговариваем сейчас. Иван, известно, что россияне пытаются атаковать также наших военных и на юге Украины, в частности, на левобережье Херсонской области, и уже 14 января три месяца плацдарму ВСУ на левом берегу. Доставляет ли определенные неудобства россиянам та ситуация, которая складывается на том берегу реки Днепр? Сто процентов. Давайте еще раз. Вот я очень постоянно говорю в ваших эфирах, я повторюсь еще раз, для тех зрителей, которые смотрят вас, не знаю, скажем так, россияне, которые смотрят, неважно где, неважно с какой стороны, чтобы они не воспринимали мои слова как часть пропагандистской машины, что вот я буду, конечно, выступаю, что мы ее там держим. Еще раз, я фиксирую разнообразнейшую статистику, которая есть на этом направлении, и могу четко сказать, что нахождение наших военных там, на левом берегу Херсонской области, огромнейшая головная боль для российской армии. Сейчас поясню детально. Во-первых, не могут сбросить в воду наших военных, пытаются, атакуют наши лодки, которые перемещают продукты питания, медикаменты, боекомплект справа на левый берег. К сожалению, от одной лодки до трех ежедневно либо повреждается, либо уничтожается путем сбрасывания с беспилотников боеприпасов. Это российские беспилотники по украинским лодкам. Но, что важно, именно на этом направлении украинские операторы FPV-дронов доставляют самую большую головную боль у российской армии, возможно, сравнивая со всеми другими направлениями. Иван, предлагаю посмотреть. У нас есть видео с левобережья Херсонской области. Известно, что российские войска бросили буквально на днях взвод танков на позиции ВСУ под крынками. И, однако, далеко продвинуться не смогли. Попали под удар именно украинского FPV-дрона. Вот вы сейчас видите эти кадры, который ярко взорвал одну из бронемашин Российской Федерации. Детали атаки показали, собственно, бойцы подразделения БПЛА Грифон 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ. Вот, Иван, можете прокомментировать. Так, смотри, ну давай так. Это даже не просто бронетехника. Это тяжелая огнеметная система солнцепек. Вот термобарические заряды, когда вот видно характерная башня, характерная настройка, вернее, на этой танковой основе. Это очень проблемная установка для наших бойцов. Уже когда прилетает, это очень серьезные боезапасы. Теперь уже никуда прилетать не будет. Вместе с экипажем утилизировано. И вот, возвращаясь к большой головной боли, больше всего на этом направлении Херсонская область, в проселочной дороге страдают именно техника обеспечения, даже не техника, а транспорт обеспечения российских оккупационных войск. Это что? Это разнообразившие мотоциклы, квадроциклы, буханки, буханки, уазики, разные пикапы, которые возят небольшие партии продуктов питания, боекомплектов, медикаментов воды для своих войск, там, Олежки, вот они перемещаются, и они сами констатируют, россияне, что эта часть ресурса не возобновляется. Если танки, БМП, какая-то тяжелая техника, она еще приезжает, она компенсируется, то вот легкое, оно не компенсируется, и создается большой накал, ну, уже констатирую, что большой накал, большая нехватка, проблемы с обеспечением, что украинские беспилотники постоянно жужжат в воздухе, проскочить с каждым днем все тяжелее и тяжелее, возможно, вероятно, но тяжелее, и кроме того, они очень отмечают, россияне, что украинцы начинают там использовать, как и россияне, дроны с, во-первых, ночным видением, которые ночью могут оперировать, плюс с искусственным интеллектом, которые самостоятельно пытаются определять цель, автоматический заклад цели, да, даже вот рэп, вот в конце скажу, рэп радиоэлектронная борьба, даже если она работает, влияет, все, дрон увидел цель, он летит просто по инерции и попадает, как бы ты его уже не глушил, только вот физическим уничтожением можно от него отбиться, рэп уже здесь не работает. Да, Иван, вот если еще говорить, собственно, о FPV-дронах, прекрасный маленький FPV-дрон, стоимость которого определенно там небольшая, 800 долларов называют, уничтожает вот такую огромную махину, как солнцепек, как вы считаете, в этом году, в 24-м, что могут поменять на линии фронта, собственно, FPV-дроны, насколько они важны, и успеем ли мы за врагом или враг за нами, как вы считаете, у кого есть преимущество в этом плане? Здесь такая история, где каждый друг за друг пытается успеть, вот начиналась-то вся история, сначала, помните, когда появились только дроны-сбрасыватели, это все было такое, даже сначала дроны-наблюдатели, потом сбрасывать, потом FPV, все это воспринималось как какая-то детская игрушка, детская забава, ну, пускай, пускай-то позанимаются, хоть как-то, но, опять же, нужно констатировать, у нас есть проблемы с боеприпасами, у Украины, к сожалению, последняя статистика говорит о том, что артиллерийские боевые запасы, вот в среднем, россияне выстреливают 10 тысяч снарядов в день, вдумайтесь, 10 тысяч, да, было 70 тысяч, стало 10 тысяч, и для нас это критически много, потому что Украина отстреливает 2000 снарядов в день, у нас их реально мало, и именно FPV-дроны позволяют нам держать оборону, раз, и сдерживать россиян, два, и вот этот баланс, уничтоженный, поврежденной техникой, со стороны Российской Федерации, поддерживать именно с помощью FPV-дрона, возможно, даже не просто сбрасыватели, а именно FPV, цена дрона в среднем 800 долларов, более-менее 2 килограмма, 2-2,5 килограмма взрывчатки снаряда он может нести на себе, радиус действия 10 километров, да, это не 20, не 30 километров, как есть у артиллерии, но это тот снаряд, который может находиться в воздухе минут 100, до 40 минут, и он управляется, то есть не видит цель, летает, ищет цель, нашел цель, поразил ее, может выбирать, цель там, например, условный квадроцикл или минивэн, или микроавтобус, или бронемашина с открытым люком случайно оставленным, он туда может залететь и все уничтожить. Россияне тоже начали нас догонять, увеличили количество производства беспилотников, называют такую цифру, у россиян 300 тысяч в месяц, у Украины 50 тысяч, у россиян 300 тысяч. Потом они пошли вперед, начали использовать беспилотники с ночным видением, с искусственным интеллектом, теперь мы их догоняем, мы теперь внедряем в жизнь такие вот беспилотники, то есть следующий год, я думаю, будет еще более важным для беспилотной этой авиации, количество, президент Зеленский объявил, что хочет видеть миллион произведенных беспилотников за 24-й год, то есть сейчас-то 600 тысяч было, сейчас будет миллион, на 400 тысяч больше. Иван, с вами не можем пройти мимо сообщений из Германии, странная ситуация, вы, вероятно, видели публикацию Бильд, в которой шла речь о том, что в Германии более года фиксируют уже неизвестные беспилотники над полигонами и казармами Бундесвера, где в частности учатся украинские военные, есть сообщение о том, что дроны регулярно замечают над военным полигоном Клиц, где Бундесвер тренирует украинцев на танках Леопард-1, пишет издание, ну и на других базах иногда в воздушное пространство поднимаются одновременно несколько беспилотников. Немецкие политики при этом считают, что запуском дронов стоит Российская Федерация, но при этом ни одного дрона они не перехватили, ни одного оператора дрона они не задержали. Как вы оцените работу спецслужб страны? Почему такой проходной двор в небе над Германией? И как тогда Германия охраняет другие стратегически важные объекты на территории своей страны? Инфантильность, к сожалению. Пусть не обижаются, если смотрят в Германии вас, пусть не обижаются, это инфантильность. Страны Западной Европы уже не в первый раз отличаются такой вот инертностью по отношению к собственной безопасности. Я напомню, по-моему, это был 2008-2009 год, когда активисты в Бельгии забрались на базу хранения ядерного оружия, ядерного сигнала, и там, по-моему, около часа или полутора находились, протестовали, пока не подъехала охрана. То есть, на секундочку, представьте себе, активисты прорвались, а охрана была где-то очень далеко, пока она подъехала. Может быть, до конца немецкие власти не понимают какая-то опасность. Напомню, что в Норвегии в 1922 году уже задерживали одного россиянина, который запускал точно так же беспилотник над военным объектом. Не скажу, чем закончилось, но то, что россияне стоят за этим, чтобы сомнений не было. Ведь не забывайте, сейчас это может быть просто наблюдение, просто разведка. А потом это может быть и сброс боеприпаса на склад какой-нибудь, если боеприпасы будут разгружены, например, где-то на улице, на землю их выложат, то сброс беспилотника очень даже реален. Использование FPV-дрона по одному из объектов на полигоне тоже может быть причем очень даже реальным. Я бы очень хотел призвать, вот если смотрят в Германии и люди, которые имеют отношение к власти, серьезно отнестись к этой угрозе, потому что беспилотник это не просто свадебный дрон, который летает, пускай летает, слушайте, это средство разведки, точно так же, как скрытые камеры, скрытые микрофоны, точно так же и беспилотник. Ну и теперь о тех, кто работал в интересах российской оккупационной армии на территории Украины. Служба безопасности Украины сообщала, что благодаря доказательной базе СБУ к 9 годам заключения приговорен еще один участник агентурной сети ФСБ, которая была обезврежена в начале октября прошлого года в Николаевской области. Тогда в результате многоэтапной этой спецоперации киберспециалисты СБУ задержали 13 человек, которые работали в интересах российских захватчиков и передавали разведданные своим куратором. В частности, один из этих кураторов находился на территории Донецкой и работал на ФСБ. Иван, какие силы сейчас Россия бросает на вербовку людей по всему миру, которые впоследствии будут работать на спецслужбы России и в интересах Кремля, в том числе в той же Германии? В первую очередь, это Украина. В первую очередь интересуют люди, которые могут давать тенденциозную информацию. Они так говорят, что происходит, какие настроения в обществе, перемещение техники, расположение военнослужащих, конкретные виды техники, хаймерсы, пилоты, потенциально для Ф-16, наша авиация, боеприпасы, к этой авиации. Все интересуют. Вербуют сейчас на сейчас, с колес. То есть это агентура, это грубо говоря, агентура, это просто люди, которые работают на российскую разведку. Они не обучаются методам, как уходить от наблюдения. То есть вот тут вышли на них, предложили ему 100-200 долларов или больше, 1000 долларов за конкретную информацию и вот иди ищи. Вот он идет, ищет и своей такой близорукостью, отсутствием методов обучения, отсутствием знаний о ведении способ ведения разведки, как противодействовать внешнему наблюдению. То есть он просто быстро палится, он быстро сгорает. Это такой себе одноразовый агент. Тут вышел, поработал, день, два, три, словили его, задержали, получил 9 лет, вербуют следующего. Предлагают что? Деньги. Предлагают паспорт гражданина Российской Федерации. Предлагают должности, когда вот мы вернемся, вот мы придем, мы вас освободим, и ты станешь главой администрации. И для многих это как мед по сердцу. Вау, класс! Кому-то значки, кому-то ордена, кому-то грамоты, медали, вот кто-то этим интересуется. Будут людей за границей. Это Польша, это Германия, это страны, которые отправляют помощь Украине. Какая задача? Отслеживать помощь, систему. Какая система? Какие автомобили? Например, если это МАН, например, красная кабина, о, мы видели, что именно красная кабина, вот какие номерные знаки? Если они закрыты, попытаться какие-то по внешним признакам идентифицировать, чтобы отработать систему, чтобы потом на территории Украины отслеживать, где же эти места, куда привозится техника, складируются боеприпасы. Плюс обязательно вешать GPS-трекеры. Вот это вот, ну не то чтобы новая фишка, их выявляют, еще на грани, ставят на территории Польши, подвешивают под эшелоны, под автомобили, и отслеживают в режиме онлайн, куда перемещается та или иная техника, где она размещается. Условно, условно там, Хмельницкая область, район там X, село Y, старый, старый, не знаю, старый коровник, например. Вот так вот пытаются слеживать, чтобы потом бить по ним шахедами и крылатыми ракетами. Ну и баллистикой, конечно. Ну то есть сеть просто агентурная, невероятно большая. Вербует сейчас на сейчас, да, она разрушена. Трудно сказать, насколько она разрушена. На 50%, на 60%. Она серьезно потрепана, она не такая, какая была раньше. Люди продолжают вербоваться, но качество этих людей намного хуже. Мотивация хуже, обучение хуже. В любой момент могут отказаться от сотрудничества. То есть надежность их такая себе. Профессионализм тоже так себе хромает, но стараются россияне брать именно количеством. А хуже почему? Потому что Россия оказалась последние годы в изоляции? Да, абсолютно верно, абсолютно верно. Изоляция, тем более Республика Польша, она работает активно. Вот вообще перестали щасюкаться. Вот есть подозрения, что работаешь на российскую разведку. Сразу задерживают. Задерживают. Кого выдворяют, кого садят. Вот, в принципе, как в Великобритании. Там же начали ненавидеть режим Путина еще до того, как это стало мейнстримом. По-моему, это 2003-2004 год. Все. Вот после этого ты испортили соотношения, их нет. то Польша сейчас очень активно работает. Германия постепенно как-то выходит. Остальные страны пока, к сожалению, занимают инертную позицию. В первую очередь, это Австрия, это Вена, столица мирового шпионажа, к сожалению, инертная учительница. То есть, контрразведки в этих странах сейчас в Европе тоже расслаблено себя как-то чувствуют, несмотря на то, что под боком уже два года полномасштабное вторжение, они видят все методы и способы, которые использует Российская Федерация для каких-то попыток хотя бы достижения своих целей? К сожалению, к сожалению. Вот, например, активно работает, давай так, вспомним по периодам. 2014 год, активная работа разведки российской военной, это аннексия Крыма. 2014 год, массовые заворушения на украинском... Покетстве, да. Да, 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 это в Молдове. 2015 год, отравление, попытка отравления болгарского оружейного барона и его семьи. 2016 год, это Швейцария, это антидопинговое агентство, там работа была. 2017 год, Каталония, Испания, там тоже была российская разведка, тоже она работала. 2018 год, Господи, что там, ничего там только не было. То есть, масса-масса работы российской разведки по всей территории Европейского Союза, к сожалению, не все страны готовы пресекать эту работу и выдворять или арестовывать российскую агентуру. Иван, спасибо вам большое за этот разговор и за ваш анализ. Как всегда, мы рады были вам в нашем эфире. Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин